Шоу-солдат Десять лет назад, к двадцатой годовщине Победы, была окончательно подсчитана и названа койкая цифра потерь, в которую нам обошлась война. Память погибших, стоя, почти ли молчанием. Каждый, задавший жизнь за Победу, был самым дорогим человеком на свете для матери, жены, сына, отца. А воевали на войне целыми семьями. Ну, первый начал воевать наш отец, Василий Горыч. Он начал войну с ополчением под Москвой, ну, на дальних постах в Москве, это под Ельней. А сестра? Сестра, она позже, в 1942 году под Харьковом начала войну. А вы? Сестра Дуся. А я начал войну после Награда. Я 20 сентября был зачислен в состав действующей армии, а затем уже, находясь на переднем крае, за Днепром, получил от матери письмо, из которого узнал, что 20 сентября, в этот же день, мой отец погиб на фронте, на Смоленщине где-то. Он служил в пехоте, и там погиб где-то в деревне Тюпино, так, по-моему. А братья, братья у меня, три брата, они погибли все. И старшего брата, сын, тоже, 26-го года, тоже погиб. Он уже в Берлине погиб. Вот, с нашего дома четыре человека погибли. Когда выходили ребята из строя, на глазах погибали, а мне приходилось видеть, когда, особенно латышской дивизии, когда на коленях у отца умирал сын, когда с поля боя раненого выносил сын отца, вы там целыми семьями шли? Да, шли целыми семьями. Вот они, отцы солдат и сами солдаты. Воевали отцы, воевали братья, воевали жены и сестры, воевали на фронте и воевали, да, воевали в Тыву. Потому что половина всего этого, если не две трети, сделали женщины. Помните эти кадры? Помните эти тревожные лица у репродукторов на митингах? 22 июня, первый день войны, первые известия о ней. Вот эти, вот эти самые женщины потом и сделают все, что потребуется для победы. И танки, и пушки, и самолеты, и Катюши. Женщины, не только обещавшие ждать, но обещавшие помочь. Знавшие, что солдат там под огнем не только шепчет им, жди меня, но и говорить им, помоги мне, помоги победить женщины. Без них бы ни солдат, ни полководец, никто бы не выиграл такую войну, как эта. Женщины, конечно, тяжело было на фронте, очень тяжело. Ну, помогали они, здорово раненых, перевязывали, вытаскивали раненых. В общем-то, тяжело очень было на фронте, женщины. Ну, а в ту, конечно, и кровь сдавали, и все, и работали по 16 часов, как нам говорили. Когда наступили холода, просто мы удивлялись, откуда, из каких источников наша Родина берет вот такие ресурсы. Заново всех одевали солдат, новые им на стерке, сапоги, которые обмотки заменили сапогами, полушубки новые. Вообще говоря, так вот иногда думаешь, как такую колоссальную армию могли накормить и обмундировать. Бабушка такой, очень хорошая, встретили нас всех ранних солдатов, как своего родного сына. Протом у меня один был, в целом 12 был. Так, ну, она там сколько могла, сколько, понимаешь, нам поселили, мы там отдохнули утром. Покушали? Да, покушали. А чем кормила? Она, это, ужин, картошку, картошку, да, картошки, как называется, бендюр, что ли, вот, положили нам, соло положили, хлеб положили, шайские петели, мы поужили ее, потом утром, опять тоже, кроме этого продукта нет у нее, так, а потом она, как своего родного сына, нас, не считая, там, понимаешь, ты казак, там, русский, или украинский, там, а им известно. Так, нас проводили, до полудорого почти, она проводили, говорили, до свидания, ребачка, живы, здоровы, будет, все ранены, лучше будет вас. Так, и попрощался, и мы ей очень такой, для принято, господинято, мы очень довольны были. Как будто у нас ранение, она, наше ранение болезненное, как будто забрала она. Письма, как правило, получали хорошие, хотя бы, мы скажем, до нас доходили, что их тяжело, что, скажем, недоедание, тяжелый труд, ведь там осталось. Письма приходили тепло, что у нас все хорошо, не волнуйтесь, бейте фашистов, это, это надо понять, письмо на фронте, это очень сильное оружие. От столов и до подоконников почта вечно полным полна, похоронки и треугольники пишет, пишет домой война. Нет, не могут, как не наметаны, все поспеть их глаза и руки. Штатам почты не предусмотрено то, что целый народ в разлуке. И давно уже не первый год в разлуке. Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, как шли бесконечные злые дожди, как кринки несли нам уставые женщины, прижав, как детей от дождя их груди, как слезы они вытирали украдкую, как вслед нам шептали, Господь вас спаси. И снова себя называли солдатками, как в стай повелось на Великой Руси. Солдатки. Где-то в других местах воюют и их мужья, и их братья, и их отцы. А здесь воюют чьи-то мужья и братья. И как не помочь им? Как не сделать все, что в силах женских и человеческих? Чего только не претерпел народ, пока солдат воевал. Я спросил у одной старой учительницы то же, что спрашивал солдат. Что было самым страшным для вас в годы войны? И она ответила. Лица детей, приходивших в школу, на другой день после того, как к ним домой приходила похоронка. Много сирот оставила после себя война. Но что бы ни было, все равно в них будущее народа, в них, в детях. В 42-м году, когда ставка Гитлера была в Виннице, его правая рука Борман поехал по окрестным украинским селам. Его очень беспокоили украинские дети. Когда ездишь по тем местам, вернувшись, сказал Борман фюреру, встречаешь мало мужчин, но неимоверно много детей. — Обилие детей, — сказал он, — может нам в будущем дорого обойтись. Похоже, что все они, от мава до велика, обладают отличным здоровьем. И если этот народ будет размножаться еще быстрее, было бы выгодно добиться такого положения, при котором эти русские или так называемые украинцы не размножались бы столь быстро. Мы ведь собираемся через какое-то время заселить всю эту бывшую русскую землю немцами. Заселить всю эту бывшую русскую землю немцами. И с чего захотел? Чьи-то отцы, чьи-то дети, отцы-дети одного и того же воюющего народа. Сегодня с боями освобождено 22 населенных пункта. 35, 147, освобождено, освобождено. Освобождено-то, освобождено. А что там? Как там люди-то? Кто жив? Кого угнали? И что с детьми? Самое главное. Что с детьми? Как вынуть солдату эту тревогу из своей души? Ведь прежде чем освободим, бывало и такое. Из всех сорока солдат, с которыми мы говорили, только один Василий Воробьев съездил за войну в отпуск. Втроем совершили подвиг, нужный целому фронту. Месяц никто не мог взять языка, а они втроем. Пошли и взяли, и в награду поехали в отпуск. Один на Украину, другой в Киров, а третий к себе на Брянщину. Ну, дождал я поезда, сел, поехал на Думу, в Брянскую область, Навлинский район, деревня Крапивна. Приехал, еле нашел мать, там у землянки жила. Деревня наша вся была спалена. Домов 300 было, она вся была спалена. Это когда немцы отступали, они спалили ее полностью. Ну, у меня там, когда уже я приехал, мать рассказывала, братишка у меня был, ее сестры рассказывали, моего дядьку родного расстреляли, в партизанах был, пришел на задание. Дедушку убили тоже. Брат, брата моего одного тоже убили, в партизанах был. В общем, безобразничали, отбирали все, скот отбирали, они безобразничали. Ну, я уже дома тут, мать эта жила, у землянки у этой, думаю, надо же земле вырвать их как-то оттуда, чтобы построить какую-то времянку. Ну, с братом давай это стараться, пошли это, лесу заготовили. Вот, ну, у нас как у Леспромхозья была там машинка эта вот, и, говорит, пошел, выпросил машинку, привезли, сделал времянку небольшую. Вот, что я матери помог, вот, времянку сделали, сделали. И обратно вернулся, значит, в свою часть. И поехал Василий Воробьев обратно на войну в свою часть. Продолжение следует...